Порядка 60 предприятий от малого до крупного бизнеса сегодня входят в торгово-промышленную палату Ленинского городского округа. Такое объединение единомышленников помогает решать проблемы, перенимать опыт коллег, повышать эффективность своего бизнеса. На сегодняшний момент в палате организованы три комитета, которые занимаются конкретными проблемами определенного вида бизнеса. И на мой взгляд представить себя уже округ без палаты, наверное, очень сложно. Создавать комитеты в торгово-промышленной палате – женский приоритет, ведь все три возглавляют милые дамы, которые проявляют большую активность. Неспроста на празднике, посвященном Дню российского предпринимательства, на сцену за почетными грамотами так часто выходили представительницы слабого пола. Вы действительно профессионалы своего дела, у вас у каждого за спиной целый багаж из проектов, знаний, инициатив, умений, причем инициатив не только бизнесовых, но и социальных. И, конечно, пожелать только одно – развиваться, развиваться постоянно, не стоять на месте, новые инициативы, новые веяния, подключать к этому совет депутатов. Свой профессиональный праздник предприниматели Ленинского округа отметили на территории музея-заповедника Горки Ленинские. На эту тему удачно пошутил один из почетных гостей – депутат Московской областной думы Владимир Жук. Надеюсь, что не окажется так, что предпринимателей мы можем увидеть только в музее. Правильно? Предприниматели – это большой пласт. Малый и средний бизнес – это основа любой экономики. И если брать цифры, то в среднем по стране у нас порядка 20% ВВП дает как раз малый и средний бизнес. В Подмосковье эта цифра почти 30. Это о чем говорит? О том, что у нас существует передовая система поддержки предпринимателей. Слова поддержки и поздравления предпринимателям выразил и глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов. Понятно, что это ваш бизнес, но вкупе из этого бизнеса вытекает благосостояние всего нашего Ленинского городского округа. Именно вы наполняете бюджет, именно вы помогаете в той или иной ситуации. И, конечно, отдельное спасибо за тот ваш подход в это непростое время, непростое время во всем мире, в нашей стране, в Подмосковье, и, конечно, в Ленинском округе, за то ваше участие в период подмии. В основном все главные герои мероприятия – это предприниматели, которые уже состоят в торгово-промышленной палате округа. Ведь, как отметил исполнительный директор общественной организации, быть членом объединения – почетное и необходимо для каждого владельца бизнеса. Для начала человек должен решить, для чего ему нужна торгово-промышленная палата. Задачи и цели, когда человек вступает, он определяет для себя сам. У кого-то есть определенные проблемы в незнании каких-то правил, законов бизнеса, и мы, естественно, им подсказываем и рассказываем, как это нужно сделать. В оформлении праздника используются часы. Они стоят на столе, ими оформлена и фотозона. И это не случайно, ведь тема мероприятия – время, которого так не хватает предпринимателям. В этот день они увеличили количество часов в сутках до 25. Вообще, на этом празднике многое символично. Например, одна из гостей – овечка Маруся. Ну, вот она признана стать антистрессом для предпринимателей. Маруся, держи яблочко. Юлия Погасян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова